привет всем я приступаю к пошиву кармана прорезной в резной с клапаном и решила поделиться с вами кто смотрит как делаю это я значит что для этого надо для этого надо заготовить клапан две мешковины у меня будет одна с плащовки 1 с подкладки ну и конечно у меня изделие уже раскроено карман у меня будет карманы будут на полочках это будет плащ значит намечена у же вход карман с изнанки я проклеила дублерином ну и так этот карман отставим по лицу я все равно еще провожу вот такие линии длинные вот у меня начало здесь где будет клапан я обычно провожу так длинные линии тогда очень легко совмещать мне надо вот эту линию совместить вот с этой верхней чтобы они совпали ну конечно же чтобы карманы были размечены одинаково на левой и на правой полочке и обычная здесь у меня плащовка такая плотная тяжело но я постараюсь так вдоль закалывая булавки и вот мне здесь видно что вот эти линии должны совпасть и обычно когда ровные линии проведены на клапане и на изделие они и совпадают но теперь я проверяю как они совпали или нет вот совпали очень хорошо не надо переделывать клапан уже от строчень и петля у меня сделано петлю сделала с глазком у меня машина не совсем хорошо эту петлю делает я я ее никогда не пользуюсь но вот решила глазок не идеальный ну ладно пуговицей прикроется так а это у меня вот подкладка подкладка то есть подкладка ну мешковина из плащовки будет просрачиваться и вот эта линия вот эта линия должна совместиться с этой линией и здесь строчка если здесь строчка идет вот до конца клапана клапаны конечно надо проверить ну вообще-то заготовить так чтобы они были одинаковые по ширине одинаковые по длине значит здесь эта строчка будет вот в конец и в этот конец клапана а строчка пристрачивания мешковины должна короче быть на 2-3 миллиметра или на до пол сантиметра с двух сторон потому что потом чтобы перекрыть вот так но пока что я прострочу клапан а потом уже я буду строчить мешковину эту мешковину из подкладочной ткани я потом на строчу поверху вот тут отступив 1 миллиметр от этой строчки в сторону среза у нас на улице пасмурно так что и лампу включила конечно же здесь лицом к лицу мы сложили клапан и изделие вот прострочено и здесь совпало один в один даже наметку можно не вынимать нет чуть-чуть видно ну вот видно что точно прострочено теперь я беру обязательно следить за тем чтобы чтобы правильно мешковину потому что если не внимательно можно прострочить вверх низом поэтому обязательно аккуратненько надо с этим а то придется перестрачивать ну и в общем теперь я совмещаю линию вот тут немножечко продлил а то мне не видно тот же самый будет способ как и с клапаном сейчас я прикреплю так следим за тем чтобы вот здесь было вот у нас вот эта строчка а это будет короче здесь тоже вот строчка заканчивается это будет короче вот тут я и наметила как раз она совпадает но можно как бы на глаз но лучше пометить можно начинать чуть-чуть короче видно когда под машинку под лапку устанавливаешь ну вот эта строчка вторая она перекрывается клапаном конечно чтоб совпало бывает бывает и ближе на один сантиметр но смотря какой клапан пристрачивается вот эта мешковина или когда карман в рамку с клапаном здесь у меня все перекроется поэтому и строчка если не совсем совпадет хотя тут у меня вот оно совпадает чуть-чуть тут не совпало вот я сейчас переколю булавочкой плотная плащовка одна вторая вот теперь я строчу здесь здесь у меня более светлый тон нитки были в шпульке и не хотелось их выбрасывать поэтому вот так будет так я сразу пристречу и мешковину к листочке здесь на этой мешковине вот такой выступ чтобы обогнуть окантовать вот эти припуски когда мы разрежем этой мешковине делать не надо поэтому я окантовку я здесь обыкраивала одинаково я здесь вот этот срез устанавливаю напротив шва мешковины прикалываю здесь выравниваю чтобы они одинаково лежали нижняя и верхняя мешковины так и тут я посередине закрепляю плотная плотная плащевка ну и здесь закреплю чтобы не сдвинулась клапану и теперь повернул на изнанку я прострочу здесь вот можно строчка в строчку но я на миллиметр в сторону вот тут сюда в сторону прореза где будет у нас мы будем прорезать вот в эту сторону прострочила я вынимаю булавочки вот строчка вот эта строчка где я подкладку кармана прострочила она на один стежок короче вот тут я прострочила рядом вот один стежок здесь и один стежок с другой стороны потому что мы будем делать надсечку в этот уголочек и как бы эта строчка будет разрезана сейчас мы мы ну я должна разрезать вот так посередине вот так только изделие и здесь такие надсечки сделать именно в уголки в конце строчек вот так разрезаем только изделия здесь мешковину вот это не рассекать надо отогнуть вот и клапан и рассекать только изделие я обычно с той стороны четырьмя пальцами вот раздвигаю в разные стороны припуски берем острые ножнички протыкаем и начинаем резать пальцем я чувствую что эти швы в разные стороны а осталось только изделие вот дошла до этого места здесь уголочки должны быть не миниатюрные а так вот где-то один полтора сантиметра вот длиной одна надсечка будет у нас короче там где к мешковине вот именно прямо к строчке здесь у нас закрепки обязательно в начале и в конце строчки с двух сторон в общем и разрезаю разрезаю только изделие и режу край вот последний стежочек поэтому я на один стежок и укорачивала когда пристрачивала мешковину чтобы не разрезать эту строчку все с одной стороны и пошла с другой стороны так отодвигаю разъединяю их и так еще проверю и пошла резать в обратную сторону все я прорезала туда туда на изнанку здесь у меня мешковина совпадает вот вы видите так вот эти уголочки надо будет закрепить но когда я настрачиваю вот здесь бывает двойная строчка на клапанах на карманах то я оставляю в эту сторону мне больше нравится я просто их накрываю и строчками закрепляю и там их и не видно в данном случае у меня уже отделочная строчка и будет закрепляться с той стороны вручную ну так по фасону вот поэтому я ее их эти уголочки вот здесь на строчу вот так от начала до конца от строчки к строчке сделаю поперечную строчку вот с одной и с другой стороны здесь выметать или отутюжить так чтобы мешковина не на навала не было вот здесь прострочено видно что мешковина в одном миллиметре прошла от строчки притачивания клапана здесь будут закреплены до тех пор возможно я вот здесь еще сделаю строчку вот тут чтобы закрепить карман потому что руками постоянно туда влазить вручную чтобы не отрывался здесь нецелеобразно делать строчку тогда надо было уже круговую но в общем а если бы отстрочено здесь было и здесь настрачивать тогда отстрочить вот эту часть отлетную часть здесь может прямоугольный быть клапан или другой формы еще вот неважно а уже вот эту часть которая настрачивается а бывает отлетная они не вот если вертикальный карман у меня под углом можно сказать вертикальный а если бы горизонтальный и не настрачиваются клапаны потому что карману очень большое разнообразие в данном случае у меня будет закрепляться вот так вот поэтому там отстрочить как по фасону по модели и он остается в свободном таком движении вот иногда заправляются туда под рамку у меня здесь рамки не будет а мешковина сразу туда уходит так ну что еще обычно делаю я прострачиваю где можно закрепляю в данном случае я прострочила еще как бы по лицу хотя это внутри кармана будет чтобы это мешковина нижняя не выворачивала сюда не налегала и точно так же вот здесь я прострочила вот туда с изнанки залезла вот и прострочила вот вот так на припуск и эту мешковину вот так где мой клапан теперь обычно я так где мои мешковины распрямляем их вот обычно я вот так полочку распрямляю здесь вот распрямляю так там не всегда мешковина совпадает поэтому надо выкраивать возможной побольше припуски и потом отгибаю полочку но у меня совпадает практически идеально вот вы видите вот и теперь я закрепляю между собой мешковины вот так можно на оверлоке можно окантовать или просто прострочить на машине это будет закрыто подкладкой плаще вот ну по лицу может выделяться поэтому в каждом случае надо подходить индивидуально сшиваю между собой и потом вот здесь я буду вручную закреплять но я говорила что возможно я вот тут сделаю закрепки такие вот петлю я не знаю буду прорезать или нет или просто как декоративную пуговицу сверху и слегка будут выступать даже не знаю еще какие будут здесь пуговицы я вот прострочила закрепки сделала и теперь вот здесь свободно здесь я уже вручную прошила вот чтобы по лицу не было стежков но уже нагрузку здесь вот это место не будет нести потому что есть закрепка под мешковину я просто зигзагом обрезала ну и здесь здесь взяла тоненькую нитку и самое главное тоненькую иголочку потому что здесь у меня плотная плащовка почти бисерная вот и теперь вот здесь по краю я здесь чувствую пальцем где мне втыкать иглу вот я тут зашел за этот зацеплюсь так я здесь временно сделала я нитки обычно на изнанке не обрезаю считаю что так надежнее ее все равно не видно так я здесь закрепочку сделаю и можно узелочек удалять и теперь аккуратненько но проверяю все равно мало ли проткну проткну насквозь и вот так так и так плотненько иголочку вот не видно можно несколько раз пройтись но вместе с тем я чувствую что я захватываю клапан так ну и вот готов уже наш карман здесь и строчки не видно ручной возможно покажется что я много разговаривала но мне хотелось чтобы это были не сухие факты вот по именно по этому карману а я как бы подсказки если у вас другой случай вот поэтому я и отвлекала немного внимание ваше что может быть так или так ведь у нас у каждого свои какие-то нюансы кто шьет есть общая технология но еще каждый мастер по-своему может делать в итоге оно очень похоже но какие-то нюансы небольшие есть и когда ты очень много шил то и нюансов много ты знаешь как бывает в одном случае как бывает в другом то тут промахнулась я вот так не захватила вот так сейчас о теперь все нормально и здесь закрепочку я сделаю тут у меня швы за них я закреплюсь можно еще раз пройтись рядом ну и вот наш карман готов так плащевка и не требует каких-то влажно-тепловых обработок достаточно глубокий карман у меня вот вот такой карманчик здесь будет пуговица еще не знаю какой здесь вот эти закрепки на одинаковом расстоянии у кого глаз как алмаз на глаз у меня уже не алмаз поэтому я откладывала провела на одном участке а потом отмерила и сюда отметила все карман готов буду приступать к пошиву второго кармана пока-пока заходите на мой канал подписывайтесь пишите ставьте лайки дизлайки вот пока-пока пока пока-пока я